Слава Христу! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему! Хвала, честь и слава! Приветствую всех, дорогие друзья, братья и сестры! Приветствую всех друзей церковной реформации из города Киева, с Украины, с любовью во Христе Иисусе, архиепископ Сергей Журавлев. Приветствую всех вас! И сегодня второй вечер уже, вторая часть, названа Пурим. Такие предпуримные беседы. Я решил делать трансляции со вчерашнего вечера, начиная, вчера, 6 марта, получается, вечером я начинал эту тему, тему Пурима, и буду продолжать ее вот сегодня и завтра и все эти дни до, собственно, до начала праздника. В этом году, значит, полнолуние месяца Адара 2-го будет, да, выпадать, получается, на 21-е и, ну, 22-е тоже, да, получается, марта, да, 14-е и 15-е числа месяца Адара. Да, пару недель остается. Сегодня, ну, уже вечер, уже, уже вечер, уже темнеет, за окном начинается новый день, да, новомесячие. Сегодня, правда, пасмурно, но если облачность рассеется, то можно будет наблюдать зарождающуюся луну месяц. Вот, и новомесячие, да, сегодня было у нас, получается, 30-е число, 12-го месяца этого Адара. Вот, и сегодня уже, уже наступило, уже поздравляю всех с новомесячим, первое число завершающего месяца Адара, 2-го Адара. Вот, именно так же было во время царицы Исфири, во время вот тех событий, о которых рассказывается в Библии, как раз, удивительнейшие события. Книга Исфирь повествует как раз об этом. Вот я себе здесь как раз и даже отметил эту книгу. Библия онлайн включил, да. Книга Исфирь, первая глава. В эти дни перечитываю книгу Исфирь, в эти дни и рекомендую всем братьям, сестрам перечитывать эту книгу. И было во дни Артаксеркса, этот Артаксеркс царствовал на 127 областями, от Индии до Эфиопии. В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, в городе престольном, в третий год своего процарствования он сделал пир для всех князей своих и для всех, и для слушающих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. Аллилуйя. Вот, начало, да, но об этом чуть позже. В общем-то, чтение книги Исфири у нас планируется накануне праздника и в сам праздник, собственно. Вот, и будем, но и в эти дни мы тоже перечитываем, да, книгу Исфири. Я даже у себя на Фейсбуке, вот на своей основной странице отметил даже, да, сейчас посмотрю, опубликовано ли. Вроде как опубликовано. Так, нет. Вот, опубликовал я, знаете что, получается, даже, даже такую, как сказать, икону, необычную икону, потому что многие даже, ну, я сам редко видел такой образ в Москве, где-то я видел, в одном из храмов, и дейту у старобрядцев, не у новобрядцев, а именно у старобрядцев. Так. Вот, и образ сам нашел я в интернете, опубликовал его, очень интересно получилось. Так, сейчас я найду этот образ, а хотя показать не получится все равно. Вот, в православной традиции, древней, восточной православной традиции, почитаются, как вот принято называть, ветхозаветные праведники, да, вот, и, в общем-то, довольно очень интересно. Отмечаем для себя, что и царь Давид, смотрю, да, и, значит, и, так, сейчас я, это Пурим. Да, царица и свирь, вот она, царица и свирь, обозначена слава Богу. А, кстати, опубликовал я тоже еще очень интересную такую информацию, значит, больше как заголовок, конечно, в сообществе. Есть на Фейсбуке, я начал там много всяких этих групп, вот, и в том числе посвященных праздникам Господним, шабату, допустим, там, да, насчет сухоту, там, другим праздникам, и в том числе праздникам вот таким вот, библейским праздникам, как Пурим. Да, праздник Пурим, слава Богу. Вот, и сейчас предпуримный семинар, я так назвал, предпуримный семинар, потому что на протяжении вот этих вечеров хочу говорить о самом празднике, о истории, предыстории, и некоторые источники, хочу тоже зачитать, такие вот еврейские, христианские источники, рассказывающие как раз об этом празднике. Пурим в шпиле, я не знаю, получится ли в церкви у нас делать, хотя я думаю, что надо как-то попробовать, наверное, надо попробовать, потому что делали вот, как бы, Пурим шпиль в разных собраниях, я бывал в разных конфессиях, и мне очень нравится сама вот эта идея Пурим шпиля, такого, пуримного такого спектакля, как бы, да, с переодеваниями, там, с песнями, там, с, ну, и каждый раз это по-новому, по-разному совершенно. В Одессе очень, мне понравилось, как Пурим шпиль обыграли, в этот раз, наверное, тоже будет очень красиво, но я не смогу быть в Одессе на этот Пурим, я буду здесь в Киеве у нас, в церкви. Вот, и также, знаете, друзья, интересно, что вот даже в таком театрализованном, как бы, да, вот варианте, как Пурим шпиль, Пуримный такой концерт, как бы, да, представление Пуримное, огромное духовное такое таинство совершается. Я думаю, что даже вот в православных этих древних образах, иконах, где изображается царица и свирь, вот передается, знаете ли, вот, некоторая такая таинственность вот этого всего происходившего тогда, о чем описывается в Библии, таинство, совершается таинство. Бог всемогущий, как действительно невидимый глазу актер, да, не выходивший на сцену режиссер, но во всем этом, как бы, произведении, во всем этом повествовании, во всем этом, во всей этой премьере, во всем этом спектакле жизни, да, театре жизни, весь мир, театры, и мы актеры, там вот кто-то говорил, некто негде, вот, и режиссером здесь, и сценаристом, режиссером сам Господь Бог всемогущий является. Вот, и даже те, кто, довольно сегодня много актеров на этом подмостке цивилизации, что даже отрицают бытие режиссера, и говорят, сценарий просто, значит, сам собой возник, как бы, и, в общем-то, все так волею нелепого случая произошло и происходит. На самом деле, даже если атеист, человек, если разумный, все-таки, анализирующий, понимает, что есть тот, кто является создателем этого всего театра и режиссером этого огромного спектакля жизни, продолжающегося уже 5779 лет с половиной. И благодарю Бога всемогущего за это. Сегодняшним вечером хочу воздать славу Творцу, Богу всемогущему. Сегодня новомесячье, кто подключился, я вижу, кто-то уже подключился, слава Богу. Вот, сегодня новомесячье, сегодня наступил новый месяц лунного календаря, сегодня первое число, Адара, второго, 5779 года от сотворения мира. Ну, а если считать от нашего исхода, 3330 год завершается, последний месяц. Вот, и уже скоро, да, мы будем праздновать, а уже отмечать, 3331 год со дня нашего исхода, месяца Ниссан. Да, слава Богу. И мне, как мессианскому служителю, как православному реформатору, обновленцу, мне выпала такая почетная роль сегодня, вот, этим вечером, и в эти вечера раскрывать эту тему Пурима, божественного Пурима. Я понимаю, что для многих христиан, в том числе и православных христиан, хотя у нас в православии, наверное, наибольше из всех христианских течений, именно все-таки в православии сохраняются вот эти библейские, еврейские корни, традиции, веры нашей христианской. Вот, и я об этом тоже говорил, и в предыдущих вот этих включениях таких, и в семинарах, посвященных Израилю, церкви, я об этом говорил, в принципе, не раз уже, и буду говорить. И здесь, в Киеве, собираюсь тоже проводить такой семинар по истории христианства. Вот, шесть воскресений подряд буду, даст Бог, проводить этот семинар. Это очень важный семинар и очень нужный, где буду говорить не только об истории христианства как такового вообще, о истории нашей с вами церкви, церкви Божьей, церкви Иисуса Христа, но буду говорить и о тайне Израиля и церкви. Церковь и Израиль, Израиль и церковь. Для кого-то, может, это окажутся противоречивые, совершенно полярные, противоположные явления, да, но согласно Слову Божьему, Библии, на самом деле это один народ. Это одно Божье чудо. Это одно Божье действие, имеющее целью спасение всего рода людского и всего вообще этого мироздания. Слава Богу, потому что даже и Израиль во многом, он прообразовал собой церковь. И на кресте Господнем, в крови Машиаха, Христа Господнего, Агнца Божьего, совершилось примирение евреев, неевреев. Совершилось то чудо, что спасение, которое взращивалось, вот это древо спасения, это взращивалось в Израиле, взращивалось в еврейской традиции, культуре, религии, через Мессию Иишуа, через Христа Иисуса, оно пришло ко всем и вся, ко всем народам, ко всем человекам. В это время благодати Божьей. Вот, и я уже там опубликовал, да, что Пурим это библейский праздник спасения народа Божьего. И это праздник, скажу так, да, со слезами на глазах, но это праздник радостный и праздник торжественный и великий. Вот, и мы празднуем этот праздник, я праздную этот праздник, и я думаю, что каждый человек, для которого Бог Израиля это Бог, его Бог, для кого Библия это действительно Слово, Бога, Творца неба и земли, для такого человека, независимо от его конфессии, динаминации, независимо от его традиции, религии, юрисдикции, организации, национальности его, независимо от того, Пурим является также действительно святым и особенным переживанием, особенным празднеством, слава Богу. Поэтому я чем больше размышляю, рассуждаю о Пуриме, тем больше, знаете ли, убеждаюсь в том, что этот праздник действительно праздник веры, праздник спасения народа Божьего, праздник, который, я удивляюсь порой, что христианам порой, ну это объяснимо в принципе, порой христианам проще как-то праздновать такие не библейские праздники, знаете ли, а такие языческие, оккультные, многим очень, даже как бы так проще, намного проще, кажется это какое-то свое, родное такое, домашнее, и многим христианам, чего греха таить, проще общаться с бесами, и как бы естественней, как бы, да, природней общаться с бесами, нежели с Божьим Святым Духом. К сожалению, природа падшего человека, неважно, как он называется, какой религии он держится, христианская или какое еще, свойственней, естественней, вот то, что Богу противно. И наоборот, человеку невозрожденному действительно неестественно любить Божеское, неестественно любить и, как бы, открываться для действия Духа Святаго, для благодати Божьей. Вот, и через духовное возрождение человек, он действительно, он вообще меняется, он новый человек уже, с новым мышлением. И если, знаете ли, не засорен он религиозной традицией, определенной христианской, или нехристианской, то довольно, ну, легко человеку осознать, понять и принять, что библейские персонажи, библейские праздники, библейские события, это история библейского народа, да, значит, Израиля и церкви, это не чужая ему история, даже если в ней нет напрямую его предков по крови, казалось бы, да, по нации, по его культуре, и все это кажется поначалу, может быть, человеку, уверовавшему, чужеродной для него культурой. Но на самом деле это наше, это данное нам новое, скажу так, будущность, новое и новое прошлое. Слава Богу! Спасибо Господу за все! Благодарен Богу за жизнь, благодарен Господу за эту честь быть вот в Его Божьем Духе, в Его воле, слава Господу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благоставляю всех вас, дорогие братья и сестры, благоставляю, пусть в этом наступившем уже новом месяце, о Даре Втором, пусть Господь благоставит нас, и остается две недели нам, вот до начала праздника Пурим, и на протяжении этих двух недель пусть наши сердца приготовятся к этому торжеству веры, к этому празднику, библейскому празднику спасения народа Божьего. И одно из таких размышлений в эти две недели, которые я хочу донести до вас, возлюбленные, до всех слушателей, это то, что написано еще в Новом Завете, уже в Новом Завете, но в духе Пурима Божественного, что любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот это послание, такое Пуримное послание, вот в эти две недели я молюсь о том, чтобы таинство это раскрылось, открывалось каждому сердцу. Благоставляю вас, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня, этим вечером, да, значит, идет трансляция сейчас, да, трансляция, посвященная Пуриму. Вторая часть уже, вчера была первая часть, 6 марта, сегодня 7 марта уже, да, вторая часть этого, вот, этих бесед Пуримных, этого семинара Пуримного, такого, предпуримного такого семинара, да, вот, можно так назвать, вот, и, конечно, есть альтернатива всегда, вот, библейскому празднику Пурим, вот, Дьявол придумал альтернативу такую, знаете ли, вот, женский праздник, 8 марта, который вот завтра, кстати, да, вот, я с супругой беседовал сейчас вот тоже как раз вот по этому мессенджеру, Facebook мессенджер, вот, хорошие возможности по скайпу, там, по мессенджеру сейчас иметь общение, слава Богу за интернет, слава Богу, что даже если мы на расстоянии, там, сотен и сотен километров, вот, до чего дошел прогресс, да, что мы можем быть вместе, рядышком, казалось бы, значит, и общаться, видеть друг друга, слава Богу. Я очень Богу благодарен за то, что Он дал нам жить в такое время, благостовенное время, такого огромного прорыва научно-технического прогресса, вот, когда, ну, нечестивому правду человеку все не на пользу, и нечестивый еще делает нечестие, даже используя научно-технический прогресс, вот, но праведный творит правду еще, и святой да освящается еще, многократно увеличивается и освящение, а с другой стороны греховность, вот, век научно-технического таких открытий, таких, да, и прогресса, невиданного доселе, на самом деле, нечестивым людям служат для, как бы, совершенствования в нечестии, грешникам для усовершенствования во грехе, но благочестивым служат для упражнения и усиления и совершенствования благочестия, святым для совершенствования освящения, вот, и это прекрасно, друзья, это прекрасно, просто создаются условия такие, когда человек, любой человек, и грешный, и праведный, и принявший спасение от Бога, и уклоняющийся от благодати Божьей, не принимающий этого спасения, даны все возможности, вот, проявить себя, и, действительно, то, что внутри, это все, как бы, явить, будем так говорить, проявить, слава Богу. И вот, но, даже в наш век, такого технического прогресса, научно-технического прогресса, вот, вспоминая о том древнем событии Пурима, божественного, описанного в книге Исфирь, мы понимаем, что Бог всемогущий, Он всесильный Бог, и Он и сегодня тот же самый. И Бог Пурима, Он и тогда, во времена древние, при царице Исфири и Мордыхае, во время царя Артаксерса, Ахашвироша, да, буквально, Он, Бог всемогущий, и тогда был таким незримым режиссером тайнодействия жизни, бытия. Так и сейчас, сегодня, Он тот же, и сегодня, по-прежнему, знаете ли, в этом, порой, драматическом спектакле, таком, комедийном всяком, этого бытия, Он также является режиссером, невидимым таким, незримым человеческому глазу, но очень и очень четко прослеживается его, вот это, вы знаете ли, действительно, благодать и милость, слава Господу. Вот, и те люди, что открываются для Его любви, для Его благодати, нашего великого режиссера, всех режиссеров, Господа всех господствующих, Бога всех богов, сценариста и режиссера этого бытия, знаете ли, автора жизни, создателя всего мира, Владыку всех миров, мироздания всего, спасибо Тебе, Господи, кто открывается для Его любви и благодати, тем Он дает хорошие роли в этом огромнейшем спектакле. Да, и даже если роль незначительная, эпизодичная и совершенно невидная, будем договорить, она становится великой, она становится действительно поистине великой, потому что с Богом совершается великое чудо преображения наших судеб, нашей жизни. Вот, и вспоминая царицу Исфирь и Мордыхая, и, знаете ли, размышляя вот о тех событиях Пурима, древнего того, описанного в Библии, Конечно, я прошу Бога всемогущего пробуждения еврейского народа и всех народов нашей истрадавшейся планеты. Вспоминая те события, я понимаю, что Бог и сегодня тот же самый, что и сегодня Господь всемогущий, Он совершает свои деяния, Он совершает свои чудеса. И даже если напрямую Он не подписывается своим именем и не объявляет себя Богом, мы все равно понимаем, это Бог, это Господь. Шалом, Сереж, добрый вечер. Иночка, да, всем деткам, внукам, котам, всем привет. Шалом, привет из Киева. Юлия, аминь, аминь, аминь. Благоставляю всех вас, кто подключился, кто подключается. Да, вижу уже кто-то подключился еще, слава Богу. Благословений Господних всех вам. Сегодня второй вечер, кто подключился, объясняю. Второй вечер такой беседы предпуримной, семинара такого предпуримного, который провожу здесь вот в Киеве. Каждый вечер включаюсь, имею такую возможность, включаюсь прямой трансляции. Вот, так, здесь не получается сейчас включить у меня, ну ладно. Знаете, друзья, вот две недели остается у нас до праздника Пурим. И за это время давайте перечитаем, да и не раз перечитаем эту удивительную библейскую книгу. В Библии много книг, да, 66 книг в каноническом писании, да. Но, друзья, интересно, что каждая книга, она как бы действительно по-своему открывает, раскрывает Создателя, раскрывает его любящее сердце, раскрывает вот эту тайну спасения, тайну бытия. Да, и среди всех этих библейских книг, особенно, конечно, следует отметить, конечно, книгу Исфирь и, собственно, праздник Пурим. Из всех праздников, какие нам известны, библейские праздники, Пурим, конечно, это особенный праздник. Андрея приветствую, да, слава Иисусу, Иисусу слава, привет из Минска, да, привет всем святым в Минске, да, спасибо огромное. Вот, Андрей звонил, как раз ты, но ответить не смог, но уже потом написал, что по поводу Алексея Ивановича молимся за исцеление полное, слава Богу, слава Господу. Вот, и любящим Господа, призванным по его изволению, все, абсолютно все, Бог обращает во благо, к лучшему. Даже неверующие люди порой замечают, что все к лучшему говорят. Ну, а если это с Богом, если мы действительно, о, и открыто для его благодати, открыто для его любви, то тогда 100% все к лучшему, все во благо Бог обращает. Спасибо Господу за все. Боже всемогущий, благодарю Тебя за этот вечер, уже второй вечер, посвященный приближающемуся празднику, библейскому празднику, Твоему празднику, Пурим. Благодарю Тебя за царицу Исфирь, за Мордыхая, благодарю Тебя за всех евреев, тогда молящихся, постящихся, Боже, за смирение народа Твоего и за Твое великое спасение, которое Ты совершил, Господь, там. Во времена Ахаш-Вероша, царя Артаксеркса. Благодарю Тебя, Господь, что Ты и сегодня тот же самый Бог. И сегодня, Боже, Ты тот же. Боже, и Ты спаситель наш, и любящим Тебя, и призванным по Твоему благоизволению, действительно все, абсолютно все содействует ко благу. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за это таинство бытия, таинство жизни. Боже, Ты создатель времени, и само это временное измерение, это пространство и время, все это Твое творение, и мы Твое творение. Боже Всемогущий, и Ты действительно великий режиссер всего этого бытия. Всего этого спектакля жизни. Благодарю Тебя, Господь, великой честь открывать свое сердце для Твоей благодати и принимать Твою милость. Великой честь быть частью Твоих планов, Твоей воли. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Братья, сестры, прославим нашего великого режиссера, великой игрой в этой жизни. Спасибо Богу за все. Спасибо Богу, Творцу нашему, за этот прекрасный спектакль этой жизни. О, спасибо Господу. И однажды, когда занавес будет, когда закончится, это временное начнется вечное, начнется бесконечное. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Братья, сестры, я предвкушаю в этом году вот это пуримное чудо. Я буду говорить этими вечерами о пуримах, и не только о том древнем пуриме, но и о пуримах вообще. Ой, как таковых, о жребиях, будем так говорить, жребий. Жребий, то, что Бог обращает нам во благо, все, что происходит. Так, сейчас, здесь техника зависает немного, попробую сейчас включить. Друзья, я понимаю, что смотрят тоже очень разные люди, верующие, неверующие, всякие. Вот, и я понимаю, что кто-то Библии доверяет как к Слову Божьему, кто-то скептически относится к Библии вообще как таковой. Кто-то принимает Бога, Божью, любовь, кто-то отвергает ее, ожесточен. Разные люди, все мы разные, судьба разная. Вот, и, но, но, друзья, действительно, одно могу сказать, что в жизни я лично понял очень важную вещь. Что мы, люди, действительно, дадим отчет однажды за все то, что мы сделали и делали, живя в теле, доброе или худое. Удивительно. Но даже если человек атеист и отрицает все святое, как говорится, да, и отвергает Библию, отвергает Бога, как Творца, и все списывает на случай, на случайность, на совпадение. Просто так получилось, нечаянно, само собой образовалось этот мир, само собой все образовалось, само собой все как-то случайно. Случайно все так развивается, эволюционирует и прочее. Даже находясь в таком безумии, человек все равно, творя что-то доброе, он действительно радуется. Радуется. Что-то злое, печалится. Какая-то подсказка есть в каждом сердце, друзья. Подсказка, что этот мир, он не просто так существует. Этот мир не просто так, из ниоткуда и в никуда. И Слово Божье, Библия однозначно, говорят нам о том, что, да, вот Юлия пишет, да, все случайности это и есть Бог. Бог давно уже поняла по своей жизни. Да, и знаете, я тоже это понял и понимаю все больше и больше это, что это все не случайность, а что это Бог. Чарльз Перджин был такой проповедник в Англии еще в 19 веке. И он как раз говорил, даже я прочел его такую мысль, очень хорошую, интересную мысль. Он сказал так, что его величество случай, это псевдоним, его величество Господа Бога. Когда Бог напрямую не работает под своим именем, то он работает под псевдонимом, его величество случай. Но это, дамы и господа, братья и сестры, это его величество Господь Бог. Это так. И вот книга Исфири как раз это очень наглядно показывает. Наверное, поэтому эта книга в Библии, она очень, скажу так, таинственна. Очень таинственна. Я размышляю об этой тайне Пурима, эти дни. Вот вчерашний вечер, сегодняшний вечер, завтрашний вечер тоже я буду продолжать тему Пурима, но немного в другом ключе, правда. Потому что завтра вечером будем отмечать шаббат, субботу, Господний день, Господний праздник, который опять-таки показывает человеку и всему человечеству, и всему этому мирозданию, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, как говорится. Да, этот мир не просто случайно создался и из ниоткуда и в никуда катится. Нет, нет, нет. Нет, есть разумный замысел, есть действительно Творец. Этот мир был создан Творцом, Богом, и этот мир, он имеет разумный замысел и имеет цель определенную, как и каждый из нас. Я думаю, даже самый последний атеист и самый последний отрицатель всего божественного на этой земле, все равно, рано или поздно, лучше поздно, чем никогда, конечно, задумывается о смысле бытия. Зачем все это было? Для чего я живу на этом белом свете? И благодарен Богу. Я впервые этот вопрос задал, не зная Бога вообще, не зная о Боге ничего, никакой теории религиозной, ни мусульманской, ни иудейской, ни тем более христианской, никакой теории не знал. Порой думаю, слава Богу, что я не знал. Знаете ли, все могло бы быть совсем по-другому. Обычно, как говорят люди-то, что вот умирает человек, и он видит то, что он знал при жизни, во что он верил, что ему рассказывали и прочее. То есть, ну, из своего подсознания, будем так говорить, видит что-то. Но я не верил и не знал, и даже не слышал даже, что Бог вообще в природе существует. В момент смерти, вот вспоминаю снова и снова, вот что мне было 13 лет неполных. Да, прошло, почти 40 лет прошло, с момента вот этого чуда, моей первой встречи с моим Богом, с моим возлюбленным. С моим самым, самым, самым прекрасным, ненаглядным, самым красивым, самым умным, самым добрым, моим отцом на небесах, моим папочкой, моим Богом. И тогда, вот в неполных 13 лет, пережив с ним встречу, на самом деле, которая просто перевернула всю мою жизнь вообще. Я действительно благодарен Богу, что ответы, имею я ответы на те самые главные вопросы бытия. Ради чего? Зачем? Почему все это существует вообще? Слава Богу! Андрей пишет, да, я благодарен Богу за наше общение. Андрей, дорогой брат, благоставляю тебя, благоставляю. И как раз вот сегодня смотрел видео тоже, и когда ты был здесь с нами, вот, и с Алексеем Ивановичем, и крещение тоже, и вот все это смотрел, и тоже радовался, вспоминал тебя добрым словом, молился, вот, и надеюсь, Господь позволит мне таки быть в Минске. Давно хочу, но все время какие-то препятствия, значит, но я знаю, что за этими препятствиями, порой такими случайными какими, все равно есть Божье устройство и Божье время, вот, и финансово тоже, как раз, вот, я с Россией собирался ехать в Минск, не получилось, тоже финансово так вот. Вот, но я думаю, что это неспроста. Даже вот приехал сюда, в Киев, я думал, что уже сумма наберется на счету банковском нашем, который отец Максим наш, Денис, начал, ну, открыл специально для моего служения здесь, в Украине. Я думал, сумма наберется, а сумма не набралась, более чем скромная сумма на счету, поэтому я думаю, значит, не время еще издавать книгу. Сборник статей, свое свидетельство хотел издать. Пока публикую в интернете все. Я поначалу первые дни, я пришел в банк, этот банкомат проверил, думаю, надо же, почему же снял эти деньги, ну, только на проживание сейчас здесь вот, и поездки по Украине. Но, знаете, я думаю, что все во благо, и в нужный час, в нужное время это все будет издано. Вот, и если надо будет, это все будет издано. Вот, слава Богу за интернет, что я имею возможность вот так вот в интернете все публиковать. Вот, и, знаете, друзья, действительно, есть в этом таинстве бытия рука Божья во всей жизни моей, твоей, каждого из нас рука Божья, рука нашего любящего Отца. И я знаю, что Он действительно самый-самый, самый-самый, самый красивый, самый добрый, самый умный. И Он благ, как написано, благой, хороший, добрый, благодатный. И никто не благ, как Бог наш. Слава Богу. Вот, и завтрашняя трансляция этой беседы, предпуримный такой семинар, будет в другом ключе, я уже говорил, да, в таком шабатнем ключе, субботы. Значит, сейчас начался шестой день, да, недели, пятница называемая, да, и, значит, ну да, с вечера до вечера день, в библейском исчислении он празднуется и отмечается. И шестой день как раз это наш человеческий день, наш, можно так выразиться, день рождения. Вот, поэтому каждый из нас это своего рода пятница, будем договорить, да, каждый из нас. И я пятница, и ты пятница. Потому что наш пращур, наш пра-пра-пра-пра-пра-отец Адам и наша пра-пра-пра-пра-мама Ева были сотворены вот в этот день. Вот, и потом уже первый шаббат в истории цивилизации как раз встретили вместе наши пращуры, наши предки с Богом Всемогущим. Так, вот еще Трапко пишет, Евгений, да, как вы относитесь к воскресному дню положительно, как и к любому дню, потому что во все дни Господь с нами. Господь Христос воскрес в первый день недели, воскресенье у христиан, это стало священным днем собрания в церкви. Ну, это уже такой спорный момент такой. Хотя есть такое мнение, есть такое утверждение и в католической церкви, и в православной, и в протестантской церкви. Вот, но это как бы, скажу так, новозаветно я вижу, что все дни для нас стали священными, потому что во все дни с нами до скончания века Христос Иисус, умерший за нас и воскресший для нашего оправдания. Поэтому как-то выделять особо дни, ну, можно выделять, конечно, да, вот, но священным днем не стал бы выделять воскресенье, потому что все дни для меня священные, как для новозаветного верующего, абсолютно все, абсолютно все. И пятница, и суббота, и воскресенье, и понедельник, и вторник, и среда. Для меня вся жизнь священна, потому как Христос, Он во все дни с нами до скончания века. Слава Богу! А шаббат, суббота, это не просто священный день, это день Господень. Вот, когда мы празднуем, мы вспоминаем и сотворение всего этого мира, потому что этот мир был создан Богом, и он был создан Богом, и для Бога, во имя Его, и живет, и движется, и существует этот мир Богом всемогущим. Вот, и празднуем также наш выход из рабства. Вот, по этим причинам Господь повелел праздновать. Вот, и, конечно, по другим тоже многим причинам. Вот, и когда Господь вернется, Иисус, наступит так называемое христианство, мы называем это тысячелетнее царство Божье на этой земле. Та древняя мечта наша еврейская, которую мы называем обычно тикун-олам, исправление мира, как бы возрождение мира, да, это будет во дни мессианского царства тысячелетнего на нашей планете. Господь Иисус Иишуа, он будет царем, королем, не просто даже духовно, или как еще, а вот именно физически при своем великом пришествии. И тогда субботний день, Господний день, он станет вновь восстановленным Днем Божьим для поклонения во всех народах, во всех конфессиях, деноминациях, племенах, народах, наличиях. И также праздник Суккот, согласно Библии, тоже праздник поставления кущей, также будет. Хотя я понимаю, что из-за проблемы антисемитизма, и христианского, и нехристианского, и праздник Субботы, и праздник Суккот, далеко не всем будет по нраву. И многие верующие, я думаю, даже будут, ну, втайне так разочарованы нашим Господом Иисусом Христом, значит, его еврейской составляющей. Особенно те христиане, что сегодня не признают еврейство Иисуса, конечно, они будут очень сильно разочарованы. Вот, и я так подозреваю, что по этой причине не будут приходить на поклонение в Иерусалим, на праздник Суккот. Вот, но в Библии говорится, что для таковых верующих, там и неверующих, будет грозное предупреждение, у них не будет дождя. Значит, и я верю в буквальное исполнение этих библейских пророчеств во времена тысячелетнего царства Господа. Поэтому для нас Суббота, это еще для новозаветных верующих, имею в виду, для новозаветных, принявших Иешуа как Машиаха, Иисуса как Христа, Суббота, это не только день сотворения мира, празднования мироздания, что Творец есть этому миру. И не только исход из рабства египетского, произошедшего 3330, почти один год тому назад. Вот, но также и праздник будущего царства, королевства Машиаха, царства Христова, тысячелетнего царства. Как некая такая репетиция, ретипетипиция, говорили, да, репетиция царства, королевства Иисуса Христа на этой земле, тысячелетнего царства. Вот, но и также это есть праздник вечности, но об этом уже завтра поговорим при встрече Шаббата. Вот, а сегодня, в начале вот этого шестого дня, поздравляю всех с нашим шестым днем, числом человеческим, днем человеческим, днем человеческого рода. Если в прежние дни мы вспоминали каждый день, допустим, в воскресенье, да, мы вспоминаем первый день Творения, акт Творения Божьего, первый день сотворения Вселенной, перечитываем и каждый раз восторгаемся Богом. Второй день мы продолжаем чтение и размышления о втором Дне Творения, уже в понедельник, да, во вторник говорим о третьем Дне Творения и дальше, и дальше. А вот сегодняшним днем, этим вечером и утром, следующим и завтрашним, размышляем о шестом Дне Творения, о тайне нашего бытия, о создании человека. Гомо сапиенс, человек разумный. Бог создал нас в завершении всего, и человека создав, Он создал мужчину и женщину. Нашего пра-пра-пра-пра-пра много раз про прао-отца нашего Адама и нашу пра-пра-пра-пра много раз про маму нашу Еву. Слава Богу за наших прародителей, наших пращуров, благодарю Бога всемогущего за нашего Адама и Еву. Но, но, дамы и господа, я вспоминая об этом, рассуждая об этом, о шестом Дне Творения, я благодарю Бога также за нового Адама, за Иисуса Христа, родоначальника нового человечества, новой общественной формации, которой никогда не было в истории человечества. Все было лишь прообразами этого настоящего, слава Богу, Царства Божьего, Третьего Храма Божьего, потому что мы живем в эпоху благословенного, самого благословенного, да, Третьего Храма Божьего. Все предыдущие храмы были лишь, и все, что знало человечество прежде, это было лишь прообразами, очень слабыми, такими гадательными прообразами, таинственными прообразами этого Третьего Храма Божьего. Вот, мы читаем в Библии о переносном храме, да, и восхищаемся Богом Святым, благодарим Бога Всемогущего за то, что это было, как вот начало вот этого прообраза. Потом при Соломоне был построен этот красавец храм, затем по грехам нашим мы это в Библии читаем очень подробно у пророков. Храм был разрушен, и эта трагедия подробно описана в Библии нам в назидание, чтобы мы не грешили, чтобы мы не совершали ошибок, какие совершали наши предшественники и друзья. Затем мы читаем об изгнании, как раз вот книга «Исфирь» и «Праздник Пурим» как раз именно, собственно, вот в тему, но об этом я буду говорить попозже, уже в следующие вечера, об историческом контексте книги «Исфирь». Я рекомендую, кстати, даже любопытствующим прочесть как раз и посмотреть семинары моего друга старого, Бориса Саулча Грисенко, это старший раввин Кемо, киевской еврейской мессианской общины, дружественной нашей общины, слава Богу. Так вот, затем было покаяние, восстановление храма, мы его называем уже вторым храмом, предпришествие Машиаха, этот храм был отстроен, перестроен, усовершенствован, был украшен так, что люди говорили «это чудо света». Он, правда, этот храм не вошел в такие всемирно известные чудеса света, потому что это был еврейский храм. Если это был бы не еврейский храм, он, безусловно, сразу бы вошел бы в чудеса света мировые. Но из-за древнего антисемитизма, будем так говорить, этот храм так и не числился в чудесах света, хотя по совести он тоже был чудом света. Одни врата, храмовые ворота, 20 метров в высоту, многоэтажка, представьте, украшенные тоннами золота, серебра. Это потрясающее сооружение, даже оккупанты римские, несмотря на то, что они презирали религию нашу, но они восхищались этим храмом и говорили «действительно, это чудо». И даже тот палач, что командовал уничтожением Иерусалима, захватом в 70-м году нашей эры, Тит, впоследствии ставший императором, он даже распорядился храм не трогать. Но Машиах сказал, что храм будет разрушен, и камня на камне не останется, слова Христа, они исполнились буквально, и второй храм в 70-м году нашей эры, он был разрушен. Дамы и господа, мы об этом вспоминаем, особенно 9-е ава, когда приходят, мы каждый раз вспоминаем об этом, меж теснин, в те дни мы говорим об этом, я говорю об этом часто, об этой трагедии великой, в назидании нам, верующим сегодня новозаветным, очень важное назидание, наставление. Но, эта трагедия, произошедшая почти 2000 лет тому назад, она, знаете ли, да, трагедия, но у нас среди этой печали есть великое утешение. У нас, я имею ввиду новозаветных верующих, есть великое утешение. В чем? Что тогда, когда Христос сказал, что храм будет разрушен, это было в 30-м году нашей эры, и храм был действительно разрушен в 70-м году нашей эры, Но 40 лет ожидания, они были не просто временами ожидания, а началом строительства нового храма. На протяжении этих 40 лет храм, тот каменный в Иерусалиме, он опустел духовно. Он остался пустым, как Машиах и сказал. Христос сказал, все оставляется, дом ваш пуст. В Иерусалиме лишь один дом мог по праву именоваться домом. Это дом Бога. Не дом царя, не дом какого-то олигарха, нет. В Иерусалиме лишь один дом был домом. Это дом Бога. Это храм Божий. И он действительно остался пуст. И этому есть много исторических свидетельств. И библейских, и талмудических. Я об этом рассказываю в семинарах по истории христианства. И здесь вот в Киеве тоже буду как раз проводить семинар. 17 марта вечером на Попудринка 34А приходите, не пожалеете. Будет очень важное. Первый вечер будет очень важным. Да и все вечера, все шесть вечеров воскресных последующих будут очень важными. До 21-го, включительно, апреля. Каждый вечер с 19.30 буду говорить в Большом Зале на тему истории христианства. И об этом буду более подробно говорить. Так вот, дамы и господа, и спасибо тебе Господь. Апостол Павел, еврейский апостол Шауль, посланный к язычникам, он написал Коринфянам следующее. Есть знаменитое 1 Коринфянам 3.16. Есть Иоанн 3.16, это золотой стих Библии всей. А есть 1 Коринфянам 3.16, которое можно по праву назвать золотым стихом экклезиологии, понимания церкви, того, что есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. И там говорится, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Как на Руси говорили, еще в 15-м столетии, 14-м столетии, храм Божий обшит кожей. А еще говорили, храм не из бревен, а храм из ребер. Особенно это вот у Нива Сорского, у Васиана Патрикеева, нестяжателей, заволжских старцев, такая присказка такая была в ходу. Действительно, храм Нового Завета, храм Божий, третий уже храм, он созидается из живых камней. Стройка уже двух тысячелетий продолжается. На строительной площадке, конечно, то затишье было временами, временами казалось даже, все превратилось в долгострой и проще разрушить, и новое строить, все сызного. Но нет, Господь не бросает начатое, никогда. Если он что начал уж, поверьте, он это закончит, завершит 100%. Он не такой, чтобы бросать все на полпути, нет, он не такой совершенно. Он Бог Святой. И пять столетий тому назад началась эпоха Великой Реформации, то есть покаяния, исправления, восстановления, возрождения Церкви. Закончилась эпоха Великой Деформации, деградации, началась эпоха Великой Реформации Храма Божьего, третьего Храма Божьего. И куполом, завершением этого Храма, главой Церкви является Христос. Основанием является Христос. И весь этот Храм, третий, из живых камней, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, в жилище Божье Духом созидается, именуется в Библии телом Машеха, телом Христа. Дамы и господа, благоставляю всех вас в этих предпуримных размышлениях в 6 утра по киевскому времени, будьте добры, подключайтесь к трансляции с утренней молитвы. Будем совершать хлебопреломление. Приготовьте себе, я наливаю воды или компота, или соку виноградного, как получится. Беру хлеба или печенюшку какую, или сухарик, приготовляю и утром совершаю хлебопреломление. И вас к этому тоже побуждаю и призываю, дамы и господа, братья и сестры. Размышляя о таинстве тела и крови Господа Иисуса Христа, мы являемся храмом Бога Живого. Аллилуйя. Благословляю всех вас во имя Господне. И завтра утром напоминаю, трансляция в 6 утра, а в 6 вечера по киевскому времени также в это время. Ну что, встретим шаббат все вместе, субботу, день Господний. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. И до самого Пурима, до 21 числа, буду продолжать тему Пурим в этих трансляциях, в вечерних трансляциях. Каждый вечер буду стараться говорить о Пуриме. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью и благодатью, архиепископ Сергей Журублев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать, да умножиться в познании Господа нашего, возлюбленного нашего Спасителя, Целителя и Освободителя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя. Аллилуйя.